Бюджет – главный финансовый документ городского поселения Воскресенск. Без него город не может вступить в Новый год. Утром 29 декабря прошли публичные слушания и практически сразу проект вынесли на совет депутатов. Бюджет – это организм живой. По мере поступления вопросов мы будем его регулировать в течение года. Итак, доходы. Просим учесть в сумме 642 млн 585 тыс. рублей. Расходы – 720 млн 311 тыс. рублей. Дефицит бюджета утвердить в сумме 77 млн 726 тыс. рублей. И переходящий остаток на 1 января 2017 года учесть в сумме 56 млн 600 тыс. рублей. Дефицит – 4,5% от собственных доходов городского поселения Воскресенск. Кто за то, чтобы принять бюджет городского поселения Воскресенск, проект бюджета городского поселения Воскресенск на 2017 год? Кто за? Бюджет был единогласно принят. Кроме того, депутаты приняли поправки в положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности. Решили вопрос заработной платы руководителя администрации и стажа муниципальной службы главы. Поддержали изменения в положении о порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения. В решение этого совета вносится дополнительный перечень отдельных категорий граждан, которые могут воспользоваться приватизацией служебного жилого помещения городского поселения Воскресенск. Дополнительным вопросом принимали решение об изменении в доходной части бюджета на 2016 год. Часть доходов бюджета – это налоги на имущество физических лиц и землю. В связи с рядом обстоятельств часть средств бюджет дополучит позже. В 2016 году не успевают люди заплатить, поскольку есть технические моменты, которые не отработаны. Вот эти сроки перенесения с 1 октября на 1 декабря, они повлияли на то, что этот налог перераспределяется между 2016 и 2017 годами. Поэтому предлагается в 2016 году план уменьшить. По налогу на имущество физических лиц на 6 миллионов 100 тысяч, по земельному налогу на 2 миллиона 900 тысяч. В целом на снятие 9 миллионов рублей. Это был последний вопрос последнего совета депутатов 2016 года. Денис Нитков, Дмитрий Волнов, Роскресенские вести. Продолжение следует...